Всем привет! Вы на канале Ремонт Эксперт и сегодня мы рассмотрим так называемые свободные планировки и планировки в жилых комплексах от ПИК, которые будут актуальны в 2024 и 2025 году. Это видео будет максимально полезно для тех, кто еще не купил квартиру, но даже если вы уже счастливый обладатель недвижимости, то сможете подчеркнуть полезную информацию и идеи для планировок. Присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Мы разрабатываем большое количество планировок и заметили, что выбор квартиры часто строится на первоначальном ошибочном мнении и чаще всего главный аргумент это площадь квартиры. Но зачастую не стоит ориентироваться только на квадратные метры. Мы часто сталкиваемся с изначально неудачными планировками, из которых невозможно сделать комфортное жилье. В первую очередь надо понимать, что вы покупаете пространство, с которым потом необходимо работать. Конечно, в идеальном мире было бы здорово найти планировку, которую можно не менять, а грамотно обставить и сделать ремонт, не прибегая к согласованию в БТИ. Такое тоже случается, но чаще приходится что-то менять и адаптировать под потребности конкретного жителя. И тут встает вопрос, каждая ли планировка поддается изменениям? Нет. Давайте рассмотрим поподробнее. Ориентируясь на выбор планировки, в первую очередь подумайте над сценариями жизни в квартире и задайте себе вопрос, кто будет жить в квартире? Планируется ли увеличение семьи? Как вы проводите день? Например, если у вас семья из 4-5 человек и вы приходите домой одновременно, значит, вам необходима большая прихожая, в которую вы сможете все зайти и снять верхнюю одежду, а не ждать в подъезде своей очереди. Работаете ли вы дома или приходите домой только вечером? От этого зависит место для рабочего кабинета или стола. Часто ли к вам приезжают гости с ночевой? Возможно, необходимо изначально предусмотреть изолированное спальное место. Отвечая на эти вопросы, думайте в первую очередь про себя, а не как принято. Частый пример. Раньше было принято одну из комнат отводить под гостиную. И вот в двухкомнатной квартире живет семья из трех человек, есть спальня для родителей, а ребенок спит на раскладном диване в гостиной либо наоборот. Но зато есть гостиная, где стоит диван, на котором никто особо-то и не сидит. А можно сделать две полноценные спальни. Или в однокомнатной квартире ставят диван вместо кровати, потому что раз в два месяца придут гости и им будет удобнее посидеть на диване. Но комфортнее же вам спать каждую ночь на кровати. Так что тут все индивидуально и это должна быть история про вас. Итак, на что же обращать внимание при выборе квартиры? Если между двух планировок квартир выбирать только по площади, то можно совершить фатальную ошибку. Не всегда большая площадь залог успеха. Обязательно надо обращать внимание на расположение монолитных конструкций, количество окон, расположение мокрых точек в квартире, геометрию самой квартиры, расположение входной двери относительно всей планировки. Давайте рассмотрим поподробнее и на конкретных примерах. Первое. Свободная планировка. Это миф и маркетинговая уловка от застройщика. В любой квартире, именно квартире, не апартаменты, есть зафиксированные мокрые точки, которые мы не имеем права нарушать. Что это за мокрые зоны? Это санузлы и кухни. Мы можем увеличивать санузлы на коридор, технические помещения и не можем переносить их куда угодно. Такое же правило действует и на кухне. Зону кухни можно увеличить на коридор, можно объединить с комнатой, но, кстати, тоже не всегда. И это частая уловка, когда говорят, что в квартире свободная планировка и кухню можно перенести в комнату. Не верьте! Второе. Квартира на первом этаже. Очень часто люди боятся покупать квартиры на первом этаже. Это обусловлено низкими окнами, соседством с подвалом, либо с коммерческими помещениями. Но в этих квартирах есть неоспоримый плюс – больше возможностей для перепланировки. Например, можно перенести кухню в жилую комнату. Даже санузел можно расширить на жилую комнату или на кухню, что на остальных этажах просто строго запрещено. Третье. Квартира на последнем этаже. Безусловно, у такой квартиры есть минусы. Такие как потенциальные протечки с крыши, близость технического этажа и возможный шум от общедомового оборудования. Но последний этаж, как и первый, открывает большие возможности для перепланировки. Например, можно расширить кухню за счет санузла, но не наоборот. Еще можно увеличить комнату за счет кухни. Также можно увеличить жилую комнату за счет санузла. И даже перевести статус кухни в жилое помещение. Тем самым просто добавить себе еще одну жилую комнату. Но это при условии, что площадь не менее 8 квадратных метров и удалось обустроить кухню нишу. Итак, с этажностью и мифом про свободную планировку разобрались. Что дальше? Геометрия квартиры. Старайтесь избегать острых углов у квартиры. По сути, их нельзя полноценно использовать, и это получается угол для пыли. Но при этом, покупая квартиру, вы платите за квадратные метры. Получается не очень-то рационально. Не поспоришь. Окна в комнате. Осторожно с угловыми квартирами и окнами на двух стенах комнаты. Да, это красиво, много света, но куда ставить мебель? Часто площадь таких комнат не очень большая, поэтому приходится ставить кровати к окну, а это неудобно с точки зрения эксплуатации. Но опять же вспоминаем про потребности конкретной семьи. Если угловая комната с большими окнами будет детской или спальней, с большой вероятностью возникнут проблемы при планировке. Но если же эта комната будет кабинетом, либо частью кухни-гостиной, то это уже совсем другое дело. Еще про окна. Чаще всего при планировке удается реализовать правило «одна комната – одно окно». Это означает, что если мы возьмем студию, у которой два окна, то теоретически в ней можно выделить спальную зону. При этом она будет светлая, а не располагаться в нише. Обязательно учитывайте это правило, если хотите зонировать пространство и, возможно, добавить еще одну комнату. Расположение монолитных стен и участков внутри квартиры. Монолитные стены и пилоны – это часть конструктива здания, и, соответственно, мы не можем их перенести или снести. Поэтому изначально при выборе квартиры необходимо понимать, насколько они помешают. Например, далеко не всегда получается сделать непроходную прихожую из-за расположения входной двери относительно монолитных конструкций. Либо монолитный пилон разделяет кухню-гостиную на две части. В этом случае о большом общем пространстве можно забыть. Еще не могу не затронуть пункт, который в большинстве случаев касается вторичного жилья. Если в квартире газ, то перенос и расширение кухни будет запрещен. И неважно, на каком этаже находится квартира. Так что тоже обращайте на это внимание. Итак, при разработке планировочных решений квартиры мы опираемся на законные варианты планировок. Необходимо обязательно уточнить, является ли желанная планировка законной, потому что нарисовать можно все, что угодно, а вот согласовать – это большой вопрос. Например, запрет на увеличение санузла за счет кухни очень часто вызывает недоумение у заказчиков, ведь по сути это все является мокрыми точками. Но, увы, их нельзя взаимоувеличивать или уменьшать. Но зато кухню можно вынести в коридор и обустроить кухню-нишу. Главное, чтобы ее площадь была не менее пяти квадратных метров. И в этом случае увеличивается возможность для планировки. А что, если это не квартира, а апартаменты? Тогда все проще. Так как по правовому статусу апартаменты не являются жилым помещением, то и законы по перепланировке квартир, то есть жилых помещений, на них не действуют. Но есть нюанс – это касается тех жилых комплексов, где находятся только апартаменты. Если же апартаменты находятся в здании в перемешку с квартирами, то на них будут действовать те же правила, что и при перепланировке квартир. Если же в здании находятся только апартаменты, то вот тут можно смело употреблять излюбленный термин свободная планировка рассмотрим пример планировки апартаментов изначально в апартаментах была выделена только зона санузла какие преимущества нет монолитных конструкций внутри помещения 4 окна которые не мешают продумывать зонирование 35 квадратных метров хорошая площадь для однокомнатной квартиры что получили в итоге выделена зона прихожей с местом для хранения санузел остался на своем месте в нем полноценно разместилась ванна раковина стиральная машинка и подвесной унитаз далее проходим в общую зону кухню-гостиную ее площадь 16,7 квадратных метров кухню разместили в нишу в данном случае не требовался большой готовочный фронт поэтому данной кухни вполне достаточно за счет небольшой кухни удалось разместить обеденный стол и комфортный диван с тв-зоной так как пространство не заставлено по периметру всех стен то создается ощущение достаточно просторной квартиры и она даже ощущается больше чем на свои 35 квадратов спальня разместилась кровать прикроватной тумбочки и шкаф для хранения и если с апартаментами все просто так как нормы по перепланировке не действуют то с квартирами необходимо разбирать на конкретном примере и так что мы имеем изначально 30 квадратных метров отсутствие монолитных участков во внутреннем пространстве скошенная стена и острый угол квартира была изначально с разделенными зонами жилая комната кухня санузел и гардеробная так как площадь квартиры небольшая то приходилось ужиматься что же сделали организовали входную зону с хранением санузел в котором разместили ванну раковину подвесной унитаз и стиральную машинку отдельного внимания заслуживает кухня-гостиная благодаря перепланировке мы вместо гардеробной сделали кухню нишу и тем самым превратили кухню в кухню-гостиную кухню расположили буквой г задействовать при этом зону вокруг зашивки коммуникаций так как кухня теперь не занимает много места по длинной стене удалось разместить диван и вот в этом случае острый угол в помещении сыграл нам на руку в него разместили обеденный стол а вот спальне он нам помешал разместили шкаф рабочий туалетный стол и кровать но так как в комнате есть угол ток кровати не получается подойти с одной из сторон тут важно помнить про конкретные потребности и что планировка и ремонт это зачастую поиск компромиссов до подойти кровати с одной стороны не получится но зато разместился шкаф и стол кстати благодаря экспертности дизайнера и изменению первоначального планировочного решения можно в последующем продать на миллион а то и на два дороже так как европланировки оцениваются выше по сравнению с классическими одно-двух трехкомнатными квартирами как и произошло с данной квартиры а теперь рассмотрим планировки на примере жилых комплексов от пик найдем плюсы минусы и моменты на которые стоит обращать внимание так как зачастую к нам обращаются заказчики которые уже купили квартиру и не понимают что с ней делать и как сделать ее удобно а также есть заказчики которые приходят к нам на консультацию перед покупкой квартиры и мы выбираем наиболее оптимальную планировку для покупки первый же как рассмотрению возьмем матвеевский парк в этом же конец несколько вариантов квартир различной площади и конфигурации начнем со студии 20 квадратных метров пожалуй это минимальная площадь для студии чтобы в ней стало возможно что-то разместить по своей планировке она классическая имеет зону кухни и жилое пространство студия 25 квадратов две достаточно интересные планировки студии и не совсем стандартные и обе позволяющие сделать комфортную планировку первом варианте кухня находится в проходной зоне коридора есть место для хранения у входа жилую площадь 13 квадратов можно разделить на спальную часть и зону отдыха с диваном либо рабочую зону во втором варианте кухня встраивается в нишу можно сделать отдельный гардероб и зонировать спальное место 24 квадрата в этой студии интересна ее вытянутая форма обычно это не очень но для студии это нормально располагаем кухню выделенной для этого зоне а в свободной зоне можно расположить спальное место однокомнатные квартиры 36 и 33 квадрата в эти квартирах разница в 3 квадратных метров в целом они обе неплохие но под разные потребности в первой квартире шикарная кухня-гостиная но в коридоре совсем небольшое место для хранения а во второй квартире так как кухня идет по стене рядом с англом то у нас появляется возможность выделить отдельную гардеробную спальню либо же спальню нишу и кухню-гостиную 41 и 42 квадратных метров в этих вариантах площадь однокомнатных квартир достаточно большая но зато можно выделить еще одну комнату при необходимости 37 квадратов стоит обратить внимание на данную планировку всего 37 квадратов но зато есть зона гардеробный постирочный либо же можно отделить зону окон и организовать мне две комнаты а гардеробную объединить с кухней получится общая зона отделять можно светопрозрачной перегородкой 47 квадратов шикарная однушка ей бы еще одно окно и получилось бы двушка но тут надо понимать что с большой комнаты особо перепланировку ты не сделаешь так как окно находится рядом с границей комнаты двушки 64 квадрата квартира представляет собой классическую распашонку надо понимать что прихожая в небольшая но зато в спальне можно выделить гардеробную зону и достаточно хорошую по площади и пропорциям кухню-гостиную но из-за расположения комнаты монолитных конструкций особо планировку тут не изменить 61 квадрат сложный для разработки вариант если конечно не пожертвовать комнаты которая находится посередине проходная прихожая с отсутствием места для хранения а самое главное его неоткуда взять санузлы находятся от кухни противоположной стороне и каждый раз проходя из кухни в комнаты или санузлы вы будете проходить мимо грязной зоны мимо вешалок с одеждой и обувь 60 квадратов квартира меньше по площади чем предыдущие но изначальное пространство в ней организовано логично в прихожей есть место для хранения кухня-гостиная находится в проходе не через остальные комнаты также есть возможность организовать мастер-спальню с гардеробной и санузлом трешки 71 квадрат какие очевидные плюсы этой квартиры так как квартира имеет три комнаты плюс кухню-гостиную значит предполагаемых не будет жить 3-4 человека то и 5 и тут хорошая входная зона где можно комфортно зайти в квартиру далее мы проходим в зону кухни-гостиной и далее по коридору уже проходим в частную зону к спальням и санузлам 81 квадрат несмотря на то что квартира относительно предыдущей больше на 10 квадратов тут возникают вопросы которые в прошлой квартире были минимизированы в первую очередь это зона прихожей который практически нет и проход через грязную зону можно минимизировать только пропустив проход через кухню-гостиную 73 квадрата тут будет комфортно если санузел перевести в гардеробную но правда остается только один санузел на три спальни утрам возможной очереди 68 квадратов не самая удачная планировка квартиры проходная прихожая отсутствие мест для хранения скошенная стена ну к слову тут она не создает слишком острых углов вы не так мешает установки мебели как это зачастую бывает но все же спальне 13 8 квадратных метров две стены из четырех это окна при небольшой площади спальни расположить мебель будет сложно особенно при отсутствии гардеробной комнаты 96 квадратов на примере этой квартиры можно рассматривать грамотную планировку у входа есть зона прихожей постирочная гардеробная кухня-гостиная далее проходим в интимную зону к спальням со своей общей гардеробной и к мастер-спальне со своим санузлом и гардеробной тот случай когда можно использовать планировку без изменений но при этом есть возможность увеличить кухню-гостиную или одну из спален жилой комплекс holland park начнем со студий студия 26 квадратов и 22 квадрата две очень похожие друг на друга квартиры разница в 4 квадратных метра и эта разница в ширине квартиры и вот тут количество квадратных метров конечно играет роль это студии однушки 40 квадратов удобная квартира с точки зрения организации хранения и маршрутов внутри квартиры 36 квадратов и вот в целом схожая планировка но тут санузел выходит в прихожую самой же прихожей не так много места для хранения но зато в спальне есть гардеробная за счет нее можно увеличить спальню либо же сделать двухкомнатную квартиру с небольшой кухней отсекаем комнаты пространство гардеробной отдаем кухне 35 квадратов удобная планировка для жизни и организации пространства можно добавить гардеробную за счет уменьшения кухни и мы получим отличное место для хранения то чего обычно не хватает однокомнатных квартирах двухкомнатные квартиры 57 квадратов несмотря на небольшую квадратуру для двухкомнатной квартиры в ней достаточно хорошо можно организовать пространство и есть где разгуляться например можно оставить мастер-блог а можно организовать постирочную или гардеробную 53 квадрата квартиры похожи на предыдущую но меньше площади но при этом она не теряет в качестве разве что минус санузел двушка 57 квадратов в этой квартире достаточно удачная планировка и даже не мешает угловое окно например кровать и шкаф в этой спальне отлично поместятся трехкомнатная квартира 92 квадрата интересная планировка здесь вынесена отдельная гардеробная у входа постирочная есть два санузла один из них мастер-санузел он подходит к спальне через мастер-гардеробную но кстати гардеробная не очень большая она будет неудобно ее надо увеличить есть две равноценные комнаты спальни это очень хорошо когда два ребенка и непонятно кому отдать комнату больше кому меньше но учтите что между комнатами здесь располагаются монолитные простенки мы не сможем увеличить комнаты за счет друг друга достаточно неплохая по площади кухня гостиная двадцать три шесть квадратных метров форма у нее удобная можно разместить и кухню хорошую с обеденной зоны из диванной зоны тоже трешка но семьдесят пять квадратных метров вот здесь будут проблемы со входом зона для хранения в прихожей маленькая а с учетом что в этой квартире будет проживать три четыре а то и больше человек то одеваться будет неудобно плюс внешний угол от санузла который мы никак не сможем изменить потому что есть монолитный участок здесь мы заложники вот этой ситуации квартира семьдесят восемь квадратных метров что в неудачно сначала попадая в кухню-гостиную и затем только проходим в частную зону в интимную где располагаются спальни и мастер спальня но какая есть опасность в этой квартире во первых маленькая прихожая также как в предыдущей в комнатах находится французские балконы это значит что двери будут открываться внутрь от балкона и мы теряем пространство комнаты за счет этого это конечно красиво но для расстановки мебели не совсем выгодное решение квартира 90 квадратных метров у нее потрясающая кухня-гостиная на хорошей правильной формы два квадрата можно разместить кухню обеденную зону диванную группу также отделяется частная зона можно ее в принципе отделить дверью чтобы это было прям отдельная зона есть мастер спальня с выделенной гардеробной и выделенным санузлом но какой здесь есть минус общий санузел он проходит через прихожую поэтому каждый раз принимаем ванную выходя мы будем проходить через грязную зону это не совсем комфортно интересная квартира 75 квадратных метров здесь выделена зона прихожей она не проходная это хорошо есть общий санузел и мастер санузел через мастер гардеробную спальню здесь изначально кухня вынесена в нишу поэтому у нас открывается хорошая квадратная гостиная при этом кухню мы можем вполне комфортно разместить вот в этой нише но тут надо понимать что очень большую кухню разместить не получится то есть это вариант для тех кто не очень часто готовит потому что скорее всего зонирование по плану бты идет кухне именно в этом месте жилой комплекс ван гарды начнем со студии студия 30 квадратных метров это уже практически однокомнатная квартира целом она так и сделано по такому принципу то есть у нас есть прихожая есть кухня ниша и жилое пространство хорошо когда выделена кухня ниша в студиях потому что мы можем как-то изолировать и нет ощущения что мы живем на кухне и также есть студия 25 квадратов есть входная зона есть зона кухни кухню можно перенести вот в эту часть частично тогда у нас здесь пройдут например шкафы и останется место для жизни 13 квадратных метров однокомнатные квартиры начнем с шикарной однокомнатной квартиры 47 квадратных метров из нее вполне можно сделать квартиру на две спальни у нас есть входная зона одна спальня мы и оставляем как она есть и 2 отделяем эти 12 квадратных метров либо даже можно сделать чуть меньше ставим светопрозрачную перегородку у нас остается еще место на небольшую кухню-гостиную это как раз тот вариант когда можно добавить еще одну комнату противовес но тоже с таким же решением можно использовать квартиру 35 квадратных метров тоже можно отделить две комнаты их использовать как спальные например место и рабочие либо оставить кухню-гостиную также здесь можно предусмотреть гардеробную комнату переместив кухню чуть ближе к окну однокомнатная квартира 34 квадратных метра у нее достаточно хорошая входная зона для однушки нет выделенной гардеробной но сюда помещается достаточно большой шкаф можно также выделить часть гардеробной от комнаты хорошая кухня-гостиная 14 3 квадратных метра она вполне сойдет не просто как кухню можно и диван разместить и обеденный стол двухкомнатные квартиры 55 квадратных метров такая квартира у нас уже не раз была в разработке дизайн-проектов что можно в ней сделать можно убрать маленький санузел у входа он все равно не очень комфортный он находится в проходной прихожей но можно там сделать постирочную или гардеробную потому что место чтобы раздеться в прихожей не очень много хорошая по форме кухня-гостиная почти 19 квадратных метров прекрасно замещается и небольшая кухня и г-образная и линейная и 2 комнаты вполне достаточно по размеру квартира 59 квадратных метров вот здесь прихожей дела обстоят лучше чем с предыдущей есть зона у входа есть санузел у входа гостевой санузел и можно выделить мастер-блок прям сделать отдельную гардеробную через которую будет вход в санузел и спальня двухкомнатная квартира 75 квадратов у нее полностью отсутствует прихожая поэтому раздеться в ней в негде вообще это конечно большой минус этой квартиры но что мы можем сделать можно вот эту часть отвести под гардеробную у входа тогда у нас появится хоть какое-то место а вход в спальню сделать из кухни-гостиной какой еще плюс под кухню здесь отведено достаточно много места поэтому можно ее сделать и с островом и вынести вот в эту часть поэтому здесь кухни-гостиной можно прям сделать массу интересных вариантов квартира 66 квадратов обожаемые скошенные стены сразу несколько минусов которые напрягают нету прихожей вообще то есть вы заходите сразу комната начинается это неудобно есть кухня-гостиная да на 23 квадратных метра но по сути из-за этой скошенной стены туда вообще ничего не поставить нормально не организовать диванную группу кухня тоже получается сомнительных размеров и по сути из 23 квадратов процентов 20 вообще не будет использоваться также комнаты по 10 с половиной и 10 и 2 квадратных метров до у комнаты 10 и 2 квадратных метров есть выделенная гардеробная она совершенно не играет никакой роли потому что сюда можно поставить только очень маленький шкаф поэтому здесь только если сносить вот эту часть и делать кухню гостиную приличных размеров плюс где-то в этом месте попытаться организовать шкаф но опять же смотрим на монолитные участки между двумя комнаты у нас приходит монолитная стена и мы вообще ничего с этим не сделаем квартира 67 квадратов вот тоже есть скошенный угол острый так называемый угол для пыли но здесь хотя бы у нас есть прихожая да она вытянутая на узкая на не очень удобная но в нее можно поставить шкаф вот здесь можно все сломать и сделать так как нам надо да есть два монолитных участков принципе они нам не сильно мешают можно сделать в комнату вход из кухни-гостиной тогда хотя бы здесь организуется пространство не будет 6 квадратов отдано под холл который никак не используется и квартира 68 квадратных метров она такая же по площади практически как и квартира со скошенным углом но здесь гораздо больше полезной площади у нас получается кухня-гостиная 27 квадратных метров есть выделенная зона под гардеробную около входа есть два санузла один из них общий и один мастер санузел в который вход через мастер-спальню есть выделенное место под гардеробной но здесь комната получается достаточно маленькая и скорее надо обыгрывать шкафами чем гардеробной но зато кухня-гостиная прекрасно то есть это тот вариант когда все собираются кухне-гостиной по спальне просто расходится отдохнуть трехкомнатные квартиры квартиры 90 квадратных метров здесь есть большой плюс прихожая не проходная мы в нее заходим есть гардеробная постирочная и далее мы передвигаемся уже по квартире не проходя через прихожую соответственно мы не разносим пыль и грязь есть кухня-гостиная 25 квадратных метров минус что стена скошена поэтому кухня не совсем выполняет свои вот эти 25 квадратных метров но тем не менее ней можно разместить диван и стол есть мастер-блок мастер-спальня с выделенным местом под гардеробную и под санузел квартира 80 квадратных метров здесь совершенно негде раздеться когда мы заходим вот на это прям обращайте внимание потому что это первое с чем вы столкнетесь когда вы сделаете ремонт за эти квартиру и поймете что вам даже пальто и негде повесить и обувь некуда поставить мы проходим в кухню-гостиную 21 квадратный метр в принципе она неплохая но за счет углового окна и еще одного окна на стене может возникнуть проблема с размещением мебели но также здесь можно вот эти перегородки снести добавить например здесь гардеробную которая подойдет к прихожей если мы зайдем в комнату откуда-то отсюда когда же стоит подключать дизайнера для работы над планировкой не очевидно но еще до покупки квартиры именно эксперт с большой насмотренностью и опытом проектирования сможет выявить проблемные и наоборот выигрышные места в квартире кстати наши дизайнеры в формате консультации по видео созвона помогут подобрать наиболее удачную планировку разработав эскизы планировочных решений и выявив подходящий для вас вариант этот формат у нас появился не просто так мы уже неоднократно отговаривали заказчиков покупать отвратительные квартиры так что при выборе квартиры обращать внимание не только на площадь и стоимость подходите к выбору с умом взвешенно и рассудительно спасибо что досмотрели это видео до конца не забудьте поставить лайк а наши контакты в описании под видео